Поздравим победителей! Сегодня их два. Это Санчик и Асилбек Газиев. Каждый победитель получает приз ценой в 600 алмазов. А чтобы и тебе участвовать в конкурсе, подписывайся на канал, жми лапкой палец вверх, поделись видео в соцсетях и, конечно, оставь комментарий. Я свяжусь со следующим победителем в комментах лично. Мур, привет, друг! Это Зверько и новости об обновлении 1.5.14. Которая подкрадывается к нам все ближе. Новости выходят так часто, что я не успеваю придумывать даже российские шутки. Поэтому вот тебе черный кот. И да, этот черный мой черный. По обликам сегодня не густо. 14 сентября будет ивент на получение скина на Наталью, мрачный душитель. Изменения героев Ив получила недоработанную анимацию выбора. Оптимизировали соотношение между навыками и ультой. Пассивка. Увеличили ускорение за стак. Будет 3% вместо 2%. Первый навык. Перезарядка была 3 секунды. Будет 2.5 секунды. Базовый урон увеличили. Был 250-450. Будет 280-480. Увеличили бонус к магической силе. Было 120%. Будет 135%. Второй навык. Накинули перезарядку. Было 13-10 секунд. Будет 15-12 секунд. Также увеличили затраты маны. Было 80-130. Будет 100-150. А вот с уроном слушай внимательнее. Базовый урон рос от 70 до 120. Плюс 12% общей магической силы. Урон проходил каждую треть секунды 10 раз. А теперь. Базовый урон 110-210. Плюс 20% общей магической силы. И урон каждые 0-45 секунды 6 раз. Общий урон за каст сохраняется. Но теряем длительность. Однако это не основная проблема навыка. Но об этом в другом видео. Ульта. Сократили время существования поля. С 20 секунд до 10 секунд. Нажатие. Радиус клетки был 0,8. Будет ровно 1. Свап. О, тут я лучше титрами покажу расчеты. Общий урон должен повыситься на 30%. Мои личные впечатления персонажей я расскажу позже в отдельном видео. В токсах. лапу-лапу ему поменяли мечи теперь это какое-то обсидиановое стекло оптимизировали управление анимацию и я впервые вижу упоминание бэксвинг скорее всего разработчики имеют ввиду анимацию бездействия героя то есть есть анимация навыка и часть анимации когда герой не двигается вот когда он не двигается это есть бэксвинг первый навык брошенные бумаранги чуть дольше задержатся в дальней точке ульта первое применение уменьшили область урона на 30 процентов сократили время анимации увеличивая бэксвинг блин по-русски это замах но замах он перед ударом а тут скорее как-то в конце поэтому буду продолжать называть бэксвинг первый навык в ульте сократили анимацию увеличивая бэксвинг второй навык в ульте увеличивая бэксвинг ульта в состоянии двуручного меча немного ускорили анимацию третьего взмаха и сделали область поражения верной честно сказать основное изменение это то что нормально настроили регистрацию урона для первого навыка теперь регистрируют столько попаданий сколько надо но они решили об этом баге даже не писать броуди тут такой вброс от разрабов немного увеличили прочность что стрелку какую прочность а вот хрен знает и и теперь с этим первый навык увеличили эффективность замедления за стаки было 18 40 процентов будет 30 45 процентов новый эффект навык наносит только 50 процентов урона миньона ну да бог с ними второй навык дает к скорости бега не 30 процентов а 45 процентов приятная мелочь исправили баг когда умение быстрее применялось если зажать кнопку навыка бенедетта исправили баг пассивки когда в конце навыка миньоном не наносился урон алиса первый навык увеличили перезарядку с четырех секунд до пяти секунд грейнджер в свете последних изменений гринка стал слабее в средней и поздней игре поэтому ему вернули часть урона первого навыка было 30 180 будет 45 195 три зла второй навык перезарядка была 7 а будет уменьшаться с уровнем с 7 секунд до пяти с половиной секунд мартис первый навык апнули базовый урон был 340 540 будет 350 650 ульте замедлили спад ускорения после убийства напомню не мейнером мартиса когда он добивает то получает ускорение бега которая быстро снижается теперь будет снижаться чуть медленнее почувствую только мейнеры сельвана второй навык магический бонус повысили было 35 процентов будет 50 процентов ульта перелопатили магический вампиризм ранее было сто процентов сразу теперь растет с уровнем навыка от 80 до 120 процентов бальмант пассивка еще раз подняли от хилл скрипов был 6 процентов будет 7 процентов от твоих максимальных хп ну что же целый ряд бафов для бойцов это круто вэйл наш многострадальный вэйл первый навык в качестве расширения теперь имеет кд не 5 а всего лишь 4 секунды скорость перезарядки навыка усиления остается прежней от 8 с половиной до 6 секунд второй навык в урон еще подняли урон ветерков было 90 215 будет 150 225 второй навык в контроль убрали одну десятую секунды подбрасывание и теперь подкидывание ровно одну секунду серьезно я бы хотел посмотреть в эти узенькие глаза китайца который то накидывает одну десятую то убирают и спросить зачем пассивка увеличили скорость за стак было 5 будет 8 а лимит был 12 будет 10 плюс 8 и того плюс 80 80 и того плюс 80 к бегу при успешной боевке это позволит безболезненно отказаться от обуви в лейт игре честно говоря уже с прошлыми изменениями вл играется приятнее и в обновлении next пусть он не войдет в топ мету но в рандами можно будет за него с удовольствием побегать почему-то не написали но изменили клинта как внешне так и первый навык теперь это атака по нескольким целям с излишне затянутой анимации на мой взгляд и возникает вопрос клауда не устал еще давай тогда посмотрим продолжение боевых изменений это будет плюс к инфе про фарм если ты про фарм у меня не смотрел то ставь на паузу и сходи посмотри итак башни внешние башни крепость щита вместо 180 секунд будет 210 секунд то есть три с половиной минуты убрали эффект снижения урона на 50 процентов теперь щиты снижают дальнобойный урон на 60 процентов а ближний только на 30 процентов золото получаемая счета будет суммироваться для простоты отображения также улучшили анимацию щита на башне весьма красиво запас уровня щита теперь отображается на мини карте апнули урон миньонов по башне теперь 75 дамага вместо 50 крипы каменному цветку на воде накинули 25 процентов бонусной голды предметы мачете хищника получила новый эффект следующая базовая атака срезает 10 физической защиты цели и замедляет ее на 30 процентов длиной в полторы секунды это прикрутили вместо доп урона навык имеет кд 10 секунд и перезарядка сокращается от твоих автоатак получается лесники автоатакеры маст хэв крылья королевы теперь анимированы в бою щита финны подвергся реворку теперь он снижает входящий магический урон на 25 процентов в течение 25 секунд включая атаку триггер когда навыка 10 секунд вне боя вполне такой интересный предмет будет древняя кираса теперь не ослабляет магическую атаку противника но уменьшает физическую атаку на 10 процентов вместо 6 процентов а броня неустрашимости то же самое но имеет 6 процентов вместо 4 процентов на самом деле 10 процентов среза физ атаки это довольно хороший показатель другие изменения тут список мелких фиксов пропускаем о вот важное подняли максимальный урон возмездия ранее он был 600 1440 будет 600 1720 скорость атаки первых 7 волн осадных миньонов уменьшена на 10 процентов а урон по героям вернули в норму скорость передвижения миньонов на боковых линиях снижена на 10 процентов уменьшили доли золота и опыта между членами команды на одной линии командный золотой бонус увеличен на 30 процента при убийстве противника с перифармом за убийство противника несколько раз подряд будет выдано не менее 30 опыта и 50 голды возможно имеется ввиду быстро серии убийств но проверка вот всего этого займет очень много времени кстати времени я понял что торопливость ухудшает качество видео поэтому за скоростью это не ко мне а вот если ты хочешь послушать ролики в моем переводе и озвучке то это канал голос зверько и я недавно озвучил трейлер барца переходи по подсказке на этом все подписывайся жми и лапку напиши в комментариях что ты ждешь от проекта next и удачи друг а а а а и 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